В Петропавловской крепости в выставочном зале Иоанновского Равелина открылась выставка, посвященная истории празднования в России Нового года. Кирилл Хейфиц ознакомился с экспозицией. О появлении нового календаря и нового летоисчисления, про Николая Чудотворца и Деда Мороза, о Вифлеемской звезде и кремлёвских звёздах, о традициях празднования Нового года в Деволюционном Петербурге и Советском Ленинграде рассказывают более 800 экспонатов из фондов Государственного музея истории Санкт-Петербурга и частных коллекций на выставке «Новогодние истории». Так как выставка называется «Новогодние истории», здесь мы рассказываем о такие всем, с одной стороны, известные истории, с другой, как бы никто не задумывался, откуда взялся снеговик, как появился Дед Мороз, как он пришёл в нашу жизнь. В допетровское время в Москве новолетие отмечалось осенью, 1 сентября по Ильянскому календарю. Отмечалось оно церковно, крестным ходом при участии царя и патриарха. Имелся особый молитвенный чин встречи Нового года перед иконой Семёну Столбнику-Летопроводцу. 20 декабря 1699 года царь Пётр I подписал указ о переносе празднования Нового года с 1 сентября на 1 января по Ильянскому календарю. Насколько легко царь Пётр перенёс дату начала года, настолько трудно приживался новоявленный, лишённый какого бы то ни было значения праздник. Его светский характер, излишнюю шумиху и суету долгое время не принимал русский народ. Только к концу 19 века, по мере расцерковления, публика стала привыкать к этой немецкой традиции. Ёлка пришла к нам из Германии, и вся история ёлочных игрушек пришла именно оттуда. Это было далеко до революции, и игрушки копировались с немецких, как правило. А потом, после смерти Владимира Ильича Ленина, игрушка была запрещена, и разрешили её только в 1935 году. Это было объявлено на съезде стахановцев, жизнь стала веселее. Причём в 1935 году эта традиция была возвращена лишь как детский праздник. На выставке можно увидеть известные старшему поколению советские ёлочные украшения. Такие ёлочные игрушки из тончайшего стекла, укутанной ватой и уложенной в картонные коробки, до сих пор хранятся в домах многих петербуржцев. И ещё, конечно, очень интересен тот небольшой комплекс русских дореволюционных игрушек, которые у нас здесь представлены именно потому, что их производилось довольно мало, и удивительно, что они сохранились до наших дней. Дело в том, что я к этим вещам, своим игрушкам, которые у меня с детства, как бы всю свою жизнь отношусь очень трепетно. Понимаете, вот, и как ни странно, вот, ну, мне уже достаточно много лет, я практически ничего не разбила с самого детства. Выставка новогодней истории в выставочном зале Иоанновского Равелина продлится до 10 февраля 2013 года.